Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Ананас ТВ. И сегодня мы поговорим о душесчеплательной теме, такой как заработок на YouTube. Конкретно сколько же зарабатываем мы? Деньжище! Деньжище! Теперь перейдем к статистике и голым фактам. Начали мы вести этот канал три с половиной месяца назад. Тематика у нас жизни в Турции, путешествия в Турции, шоппинг в Турции. В общем, все о Турции и о нашей жизни в Турции. Я же сказала, что мы находимся в Турции. Так что, если вам эта тема интересна, подписывайтесь. Даже если неинтересна, тоже подписывайтесь, смотрите и ставьте лайки. А также оставляйте комментарии, есть ли у вас YouTube-канал. Либо, может, раз вы смотрите данное видео, хотите начать свой. В общем, делитесь, на какую тематику хотели бы начать вести. Или, возможно, уже ведете. Пишите в комментариях. Возможно, кто-нибудь прочтет, подпишется. Идеально? Так вот, ведем мы этот канал три с половиной месяца. И уже у нас набралось две тысячи подписчиков, собственно, что и спровоцировало снять это видео. Чтобы рассказать другим, сколько же можно заработать, сколько мы зарабатываем на данном этапе. А заработок на YouTube начинается с того, что необходимо подключиться к партнерской программе. Условия таковы были, что необходимо набрать тысячи подписчиков и четыре тысячи часов просмотров. Мы это сделали... Сначала у нас набрались часы, а потом уже подтянулись подписчики. И в сумме у нас это получилось сделать за 50 дней. Как мы выполнили все эти условия, мы первым же делом подключились к партнерской программе и начали зарабатывать свои деньги. Мы сначала подали заявку. Да, мы сначала подали заявку, потом прошла неделя, даже поменьше, чем неделя, наверное, дня три-четыре, и нас подключили. Хотя пугали, что там месяц будет, прям ждите. Ну, кого-то. У всех по-разному, на самом деле. И сейчас немного разберем, как вообще можно зарабатывать с YouTube, как можно монетизировать свои видео. Первый вариант – это партнерская программа, которую мы уже разобрали с вами. Второй вариант – это, возможно, к вам будет обращаться с рекламой. Либо самим можно поискать рекламодателей, но это уже, мне кажется, так, немного из области фантастики. К нам еще с рекламой не обращаются с просьбой размещения, поэтому мы все снимаем бесплатно. И третий вариант есть. Не знаю, можно ли вообще это причислить к заработкам или нет. Конечно. Ну, только не у нас, наверное. Ну да, только не для нас. Это донаты ваших зрителей. Если вы, наверное, очень нравитесь, то вам скидывают. Судя по нам. Нас ненавидят. Отдельный кошелек, наверное, для тех, кто ненавидит. На закрытие канала. Да, точно. Возможно, если бы мы скидывались на закрытие канала, нам бы кидали бы деньги. Что касается наших донатеров, донатов, сколько у нас мы собрали за это время. Под каждым видео у нас есть ссылка, там, ну, карта Сбербанка, типа, если хотите поддержать, скидывайте. Собственно, таким образом. И за все время нам скинули 8,5 рублей. Ну, скинули же. Юра, спасибо тебе. С подписью на туалетную бумагу. И самое смешное в том, что в Турции туалетная бумага стоит раза в 4 дороже. Так что, пожалуйста, докинь. На самом деле, это был друг. Так что, Юра, спасибо тебе, друг Дениса. За поддержку. Наш первый и пока единственный донатер. Ну, как бы, на туалетную бумагу не хватило, но ничего страшного. Можно, как бы, использовать эти деньги в другое направление. На развитие. Настину. На просторах интернета вы, наверное, встречали видео, там, сколько зарабатывают за тысячу просмотров и так далее. Есть такие видео на Ютубе. Могу сказать, что эта сумма очень сильно варьируется даже внутри одного канала. И также в зависимости от тематики канала, в зависимости от сезонности и всего прочего. В среднем эта сумма составляет полтора доллара за тысячу просмотров. Это для российской аудитории. Если вас смотрят люди из Европы, из Америки, это сумма больше. Если из Индии, Турции, Украины, это сумма меньше. Сейчас, да, Казахстан, страны СНГ, это сумма поменьше. Сейчас я вам озвучу прямо со статистики, откуда же идет самый большой заработок за тысячу просмотров. Сейчас только найду. Вам Настя тут куда-то тыкнет? Куда-то тыкать! Хотела быстро сделать. Так, регионы самой высокой ценой за тысячу показов. Прямо именно статистика так и называется. Германия, аж 3,8 долларов. Это на самом деле вообще просто бомба. Нас смотрят из Германии, там прям очень, там процент два мало, конечно же. Россия, доллар 49. Ну вот, собственно, о чем мы с вами говорили. Все как у всех. Беларусь, следующий идет, доллар 0,7. Казахстан, доллар 0,6. И Украина, 0,83 доллара. То есть Турция даже в эту пятерку не вошла, еще меньше. Так что вот так. Смотрите, пожалуйста, у нас побольше с Германией. Или с Австралии. Там за тысячу просмотров 8 долларов дают. Вообще обалдеть. Мы бы стали миллионерами. Далее идем. Доход на тысячу просмотров. У нас выходит за последние 28 дней 0,91 доллар. Собственно, вот так вот. А сейчас поговорим о самом важном. Сколько же у нас выходит время, чтобы достичь наших показателей. Видео на канале у нас выходит практически каждый день. На съемку тратится от где-то полутора, наверное, до шести часов иногда бывает. Есть там красивые ролики. Сделаешь красивый ролик, а их не смотрят. Коротко о наболевшем. Не надо так. В общем, стараешься, стараешься, сделаешь красивый ролик, а его прям не смотрят. Видимо, мало стараешься. Там шутки просто, я не знаю, красота. От бога! Это шедевр! Божественные шутки от Насти. Орел и Решка вообще отдыхает. Там такие виды красивые. Ну, неважно. В общем, снимаем мы от полутора до шести часов. Обычно снимаем вдвоем. Так что можно смело это время умножать на два. И следующее время у нас уходит на монтаж. Это от одного часа до десяти. Скажем так, ну, в среднем, если так взять, это, наверное, вот часа два, наверное, монтаж. Десять часов, когда я так озвучиваю как раз красивые ролики, которые никто не смотрит. Не надо так. Где-то грустит одна Настя. Склеивание аватарки, написание, собственно, надписи на аватарку. В среднем выходит это минут сорок-пятьдесят. То есть сумму времени можете подсчитать сами. Выходит практически целый рабочий день. Когда вот смотришь видео, даже можно так часто не сказать. Мы тоже раньше смотрели, ну, думали, что там видео 10 минут, да, 15 минут. Ну, сколько его можно записывать там? Ну, пусть час, да, со всеми вытекающими последствиями. Но на самом деле нет. Надо доехать, приехать, отснять, потом порезать всякую Настину, болтовню. Ну, очень важно. Да, Денис? Вот. Всякие ошибки порезать тоже. И получается практически целый день. Вот так вот. Еще прослушать-то, мало ли чего пропустила. Да, Настину в божественной шутке повырезать. Со стороны, на самом деле, наверное, это выглядит достаточно легко. Но на самом деле это не легко, не так легко, как кажется. Идет даже вот, возможно, это незаметно в видео. Постоянно какая-то работа над собой. Денис в данном случае обдирает свою коленку, обгоревшую, трудится в поте лица. В общем, идет постоянная работа над собой. Пытаешься улучшить дикцию, которая нифига не улучшается, но ничего страшного. Я знаю, что многие люди боятся камеры. Я, в принципе, так не исключение из этого. Это тоже очень себя тяжело перебороть. Особенно, когда на тебя кто-нибудь смотрит, и тебе надо сосредоточиться. Пальцем показывают. Это они, они снимают, правда, люби их. Плохие влоги-блоги жизни. Очень тяжело это сделать так же. Если, конечно, вы будете снимать дома, у вас такой проблемой не станет так таковой. Но все равно, опять же, говорить на камеру, это совсем другое, нежели говорить в жизни. Возникает куча каких-то ошибок. Как потом любимые хейтеры пишут их, а то вдруг мы не заметили. На самом деле, все это замечаешь, смотря на себя со стороны. Так что не переживайте. Также периодически смотрим видео, как снимать видео, как монтировать, чтобы было поинтереснее, покрасивее, поживее. Ну, а теперь перейдем к самому сладенькому на десерт. Это именно сколько же мы заработали за это время. То есть монетизация у нас прошла практически два месяца назад. Немножко округлим там, за исключением нескольких дней. И за это время мы заработали... Сейчас посмотрю. За это время мы заработали 98 долларов и 29 центов. Вот так вот. Много это или мало, считайте сами. А за последние 28 дней наш доход составил 42 доллара 33 цента. И в среднем мы посчитали, каждый день мы зарабатываем... Та-да-та-там, по полтора доллара. Добились мы этих результатов за три с половиной месяца, напоминаем. Вот тяжело сказать, зарабатываем или нет, потому что за месяц мы тратим на программу для YouTube 50 долларов. Так что эти 50 долларов... Мы немножко ушли в минус, да, можно сказать. Но если вы не будете пользоваться никакими там монтажными, еще что-то специальными средствами, возможно, вам это не потребуется. Это мы так решили для себя, что нам надо. Плюс, конечно же, это расходы на проезд, на мороженое для Насти. Это обязательно. Без мороженого я не снимаюсь нигде, никогда даже не завите. Также, ну, временные расходы мы даже в расчет не берем. Понятно, что мы уходим глубоко в минус. Но зарабатываем полтора доллара. Забыла совсем сказать. Полтора доллара плюс восемь с половиной рублей от нашего любимого донатера. Вот такие вот дела. Но самое главное, что нам это нравится. Мы не собираемся останавливаться, а будем снимать дальше. Потому что, как мне кажется, самое главное, чтобы вам нравилось это дело. И тогда со временем, я думаю, этот доход немного увеличится. Надеюсь, в сотни и десятки раз. Чего я вам желаю. До двух долларов. До двух, до трех как скаканет, как разбогатеем. И десяти рублей. Да. Юра, это предложение к тебе, к нашим единственным спонсорам. Скорее всего, если вы смотрите это видео, возможно, вы находитесь на этапе раздумья, создавать канал или нет. Создавайте обязательно. Если не попробуете, не узнаете. Пойдет, не пойдет. У многих этот путь проходит намного быстрее. У кого-то тяжелее. Именно вот становление до оптимальной заработной платы, скажем так. У каждого это, конечно, своя сумма. Да? Два с половиной доллара. Наша цель – два с половиной доллара. У кого-то сразу выстреливает видео, особенно если тема такая хайповая, назовем это так. Так, и уже без проблем можно бросить основную работу и заниматься только творчеством и удовольствием. И удовольствием заниматься. Звучит так, как... Так что не раздумывайте, начинайте. Я думаю, у вас должно все получиться, особенно если проявить некоторые усилия и напорство. Так что если у вас есть знакомые или вы, может быть, даже сами хотите сняться у нас, пишите. Рассмотрим. Возможно, вы хотите поделиться своей историей, историей переезда, историей жизни в Турции. Либо, возможно, вы чем-то занимаетесь. У вас тут есть интересный бизнес, мы тоже про это можем снять. В общем, пишите, договоримся. Снимаем пока бесплатно. Дальше за деньги. Да. Пока влог маленький, мы всем предлагаем снимать бесплатно, поэтому у вас есть уникальный шанс. Так что не стесняйтесь, мы сами стесняемся. Так что давайте собираться и стесняться вместе. На этом у нас с вами наш супер выпуск подошел к концу. Обязательно подписывайтесь, если вы смотрите это видео, не подписались. Вообще так не надо. Куча людей смотрит без подписок. Настя по ночам... 80%. 80% смотрит без подписок. Настя сидит по ночам и плачет. Так не надо. Подписывайтесь, пожалуйста. Обязательно ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии. Делитесь с нами всем, чем можно и чем нельзя. И на этом у нас с вами пока-пока. Привет из солнечной Анталии. Пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...